Так, ну вот все, я думаю, у всех сигнал появился, что у нас идет запись, значит, что сейчас к нам кто-то подсоединится еще на YouTube. Еще раз всем добрый день, доброе утро. У нас сегодня очередная встреча в Аиртехно-завтрак. Вначале хочу сказать, вижу, что здесь у нас есть руководители и представители региональных отделений, что, ну как бы, можно сказать, доложить, да, что мы закончили, с региона собрали все проекты для нашего премии в Аиртехно. И сейчас уже начинаем потихонечку смотреть, отбирать. Так что все, первый этап мы завершили достаточно хорошо. Сейчас будем вас информировать потихонечку. Если какие-то дополнительные информации, то будем с вашими инициаторами проекта связываться. Ну вот у нас активно еще подходят люди. Итак, я хочу пригласить, вы видите, вернее, представить, вы видите рядом со мной здесь на экране Курка Юрий Литаревич, председатель отраслевого совета по инновационному развитию в энергетическом комплексе ВАИР и также заместитель председателя комитета, комиссии торгово-промышленной палаты России по промышленности и энергетике. Юрий Литаревич, добрый день. Так, микрофон, Юрий Литаревич, у вас. Микрофон отключить. Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Прежде всего, приветствую вас от организации рационализаторов-изобретателей Ростова. И прежде всего, хочу пожелать всем здоровья в это нелегкое время. Ну и у нас с вами освобождается достаточно много времени для умственной работы дома, чтобы этот период прошел достаточно успешно и достаточно для нашей страны, для наших регионов продуктивно. Сегодня я бы хотел вам представить от нашей организации презентацию использования водородных двигателей. Сейчас я выведу на экран эту презентацию. Надеюсь, всем видно. Да, все хорошо, отлично видно. Прежде всего, хотел бы отметить следующее, прежде чем начать презентацию, что в нашей стране в последнее время достаточно много принято документов для привлечения умов, впоследствии средств и возможностей для создания водородной техники, для создания водородного будущего нашей страны и мира. Прежде всего, очень важный документ в этом направлении – федеральный закон 296 от 7 месяца 2021 года об ограничении выбросов парниковых газов. Ему предшествовал не менее важный документ – это распоряжение правительства или постановление правительства от 12 октября 2020 года 2634, в котором утверждены планы мероприятия, ну, по сути, дорожная карта по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года. И этот документ, прежде всего, определил увеличение производства, расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также вхождение страны в мировые лидеры по его производству. И один из последних документов, который принят буквально 5 августа – это 2021 года распоряжение правительства 2162 об утверждении концепции развития водородной энергетики. То есть та дорожная карта, которая существует, она уже на сегодняшний день утверждена, и концепция водородной энергетики определяет, прежде всего, цели, задачи, стратегические инициативы, ключевые меры по развитию водородной энергетики Российской Федерации на несколько этапов. Средний этап до 2024 года, ну, уже 2021 в конце, и долгосрочный период до 2025 года, и, естественно, основные ориентиры на 2050 год. И хотел бы вам напомнить, что буквально на прошлой неделе закончилось совещание стран G20 именно по экологическим вопросам, где наш президент Владимир Владимирович Путин принял достаточно такую жесткую, скажем, позицию в плане развития и защиты климата, указав на то, что уже на сегодня в России на полградуса поднялась общая температура. Таким образом, мы со своей стороны вели эту работу достаточно давно, и на сегодняшний день я хочу вам предложить, внимание, водородную генерацию на двигателях внутреннего сгорания. Сразу скажу, что это одно из направлений, потому что на сегодня развивается водородная генерация и на базе PEM-мембран, на базе турбин. В нашем случае мы считаем, что проект и задачи проекта, связанные с двигателями внутреннего сгорания, достаточно интересны, прежде всего с точки зрения, что эти двигатели выпускаются достаточно давно. Рядом компаний зарубежных, есть перспективы и в наших, и у нас в России некоторые компании занимаются этим. Неплохо развивается использование водорода для турбин, но везде есть какие-то начинания, и везде есть какие-то и успехи, и неудачи. Какая цель, прежде всего, у нас, это обеспечить потребителей рынка в России и не только в России, но и за рубежом оборудованием на базе двигателей внутреннего сгорания, работающих на чистом водороде. А масса гази – это один из видов газа Брауна с определенным приготовлением. Газ из аммиака, ну и, конечно, газа Брауна. Прежде всего, задача – это понизить потребление углеводородного топлива и снизить выбросы в атмосферу. Скажу сразу, что в 60-х, вернее, в 1860-70-х годах изобретатель и инженер австрийский Николаус Августота, изобретатель цикла ОТО, использовал уже синтетический газ в качестве топлива, в котором содержание водорода составляло порядка 50%. Скорее всего, это был коксовый газ, в котором порядка 50% водорода и 40% метана. ОТО, в свою очередь, в то время экспериментировал и с бензином, но счел его опасным работать с ним, что побудило его вернуться к использованию газообразного топлива. Преимущества, собственно говоря, водопоршневых, назовем их так, установок – это более низкая начальная стоимость, автономная работа с использованием только воды и при использовании цикла тригенерации. Тригенерация, напомню, кто не знает, это производство из одного вида топлива, электричества, тепла и холода. Так вот, на сегодня, по нашим подсчетам, стоимость электроэнергии должна составлять в пределах 84 рублей. Как эта цифра получилась, мы посмотрим с вами ниже. Водород широко используется в космических программах, поскольку у него наиболее лучшее соотношение энергии к весу. Для космических кораблей вы знаете, что наиболее важной является не только энергетическая составляющая, но и вес. Жидкий водород используется в ступенях ракет-носителей во многих космических миссиях, включая миссии Аполлона на Луну, Skylab, миссии Викинга на Марс, миссию Вояджера на Сатурн. Свойства водорода также очень приемлемы для использования в двигателях внутреннего сгорания. На слайде вы видите, не буду перечислять эти свойства. И самое главное, что эти свойства позволяют использовать уже существующие двигатели внутреннего сгорания, как с торечными клапанами, так и с клапанами трубчатой конструкции, непосредственно созданных для водородных двигателей. И что интересно, выходная мощность двигателей на водороде по сравнению с бензиновыми или другими двигателями может составлять от 85% до 120%. Сразу оговорюсь, что цифра 120% немножко некорректна. Ну, будем считать, что 100% и плюс 20%. Как у, кто занимается котлами, знает, что есть котлы, которые также имеют ТПД больше 100%. За счет суммирования мощностей самого тепла происходят так называемые конденсатные котлы и отбора тепла от выбросов. Непосредственно на этом слайде представляю вам вариант использования газа Брауна, АШО, где предполагается использовать дизельные электростанции, либо газопоршневые электростанции, на настоящий момент которые уже стоят у заказчиков, для выработки электроэнергии, тепла и холода. Можно использовать в соответствии с новыми постановлениями 13-14 правительства о расширении использования сжиженного природного газа, показан слева контейнер с СПГ, также природного газа. Схема очень простая, используется давно во многих странах, особенно широко используется в Китае, уже больше 10-15 лет. В качестве источника газа Брауна используется электролизер, то есть производящий из воды газ Брауна. Газ Брауна подается на вход в систему смеси образования двигателя, что позволяет экономить углеводородное топливо от 15 до 35%, и, что очень важно, резко снижает вредные выбросы. Непосредственно вариант второй предполагает использование уже непосредственно чистого водорода, 3-4 девятки после запятой по чистоте. В данном случае в этом варианте предполагается использовать те же двигатели, но с помощью возобновляемых источников энергии производить путем электролиза чистый водород, подавать его на установку. Установка будет запитывать электролизер, в том числе, как и система ВЕ. И в этом случае мы получаем экономию углеводородного топлива до 30-45%, в пределах 50% значительно ниже выбросы ПДК от данных установок. Эти установки также можно использовать в качестве источников электроэнергии тепла и холода для городских комплексов, для портовых комплексов, для систем водоочистки. То есть использовать не только сам СПД, но и метан, получаемый от биоисточников. Более интересный вариант, но в то же время более дорогой, то есть у него более высокий капекс, это использование комбинированно как непосредственно водорода, так и использование газа Брауна. Такая схема достаточно успешно используется в странах, в южных странах Таиланд, Сингапур. Да, они идут таким сложным путем, потому что у них просто нет ни газа, ни дизеля. А если есть, то именно СПГ, то есть сжиженный природный газ, дизель. Но я думаю, что на эту схему тоже стоит обратить внимание. Она предполагает использование двигателей, которые уже находятся в эксплуатации, и их доработка. Экономия в данном случае углеводородного топлива достигает 50%. Следующий достаточно интересный комбинированный вариант, который тоже уже используется не один год у наших коллег за рубежом. Там я где говорил, это в Китае, Таиланд. Но это страны, в которых идет поставка СПГ. Вы знаете, что сейчас резко возросла стоимость, и американцы развернули свои танкеры с СПГ именно туда. Для снижения себестоимости продукции, для улучшения качества жизни, что нам и желательно брать пример с этих стран, такая схема, которая здесь представлена, тоже вполне жизнеспособна. То есть используется внизу, вы видите, двигатель, к примеру, 0,2 мегаватта, который работает под СПГ. Он обеспечивает производство водорода совместно с источниками возобновляемой энергетики. Водород складируется или накапливается в накопителях в ресивере. И затем подается уже на двигатель, работающий на чистом водороде. То есть не так, как в предыдущих вариантах используется комбинированная подача топлива природного газа, либо дизеля в смеси с легкими газами, водородом, Амаса и газом Брауна. А уже чисто водородный двигатель, который выпускает ряд компаний уже больше 15 лет, это лидеров здесь Каменс, Янбахер, ведут серьезные наработки. МАН ведет разработки, чешская компания ТЭДом совместно с МАНом, ну и ряд других фирм. Я назвал вам только такие наиболее крупные компании. И достоинство – это прежде всего резкое снижение NOx. NOx – это окись азота, она появляется при выбросе высоких температур, при сгорании топлива с высокими температурами. В связи с тем, что карбоновое топливо практически используется очень мало, резко идет снижение CO, то есть декарбонизация в данном случае. И экономия углеродного топлива уже в такой схеме достигает порядка 80%. И вот пятый вариант использования водорода. Нам показалось, что он наиболее интересный. В течение пяти лет мы сотрудничали с компанией безопасной поставки. И за 15 лет у этой компании, находящейся в Таиланде, на наш взгляд, очень интересные разработки. В то же время специалисты нашего отделения АВАИР также очень серьезно работают в создании электролизеров различной конструкции для снижения стоимости получения как газа Брауна, так и водорода. Так чем же интересна данная схема? Прежде всего, выбросы вредных веществ равны нулю, за счет чего? Используется в качестве выработки электроэнергии двигатель, доработанный компанией безопасной поставки, водородный двигатель. По разным условиям, которые впоследствии вы можете задать вопросы, как и почему. Этот двигатель берется больших размеров. В данном случае, к примеру, 75 кВт. Двигатель запускается от водорода, который производится электролизером. Электролизер получает энергию от накопителя энергии. Накопитель энергии, выдавая питание порядка 15 кВт, вот для нашего двигателя 75 кВт, на электролизер вырабатывает водород. Водород складируется в ресивере или собирается в ресивере до определенного давления и подается на двигатель. Из энергетической составляющей двигателя 15 кВт поступает по необходимости накопитель энергии, где происходит дозарядка аккумуляторов. С накопителя энергии, опять же, электроэнергия поступает в электролизер и в накопитель. 50 кВт идет потребитель. В данном случае, вот на этой схеме. Таким образом, для питания двигателя требуется только вода. Только вода. То есть, на наш взгляд, это достаточно интересная схема. И она очень интересна в тех местах, в которых невозможна доставка углеродного топлива, в тех местах, где необходимо, в общем-то, не только электроэнергия, но тепло и холод. Плюс, есть еще масса нюансов, положительных нюансов, которые можно использовать в этой схеме. В качестве когенерационных водопоршневых установок, водородопоршневых, извините, установок, предлагаются прежде всего индустриальные двигатели. Хочу обратить внимание, что мы работаем только с индустриальными двигателями. Они значительно отличаются от двигателей, используемого на транспорте. Отличие прежде всего в том, что двигатели индустриальные рассчитаны на постоянное использование под нагрузкой больше 50%. От 50 до 100%. Обычные автомобильные двигатели рассчитаны на полную нагрузку при всем своем цикле существования не более 5%. В августе 2021 года нам удалось получить дистрибьюторский сертификат и эксклюзивные права на поставку такого оборудования. Вы видите ниже на слайде двигатели разной мощности. И каждому из вас по необходимости я могу выслать, и мы совместно с ВАИР можем выслать вам презентацию. В презентации, если вы направите вот на... Здесь я вот пальчиком вам показываю, да? Если вы можете перейти в видео и посмотреть, как это выглядит, как выглядит сборка этих двигателей, как производится их работа. Скажу сразу, что на сегодня в продаже имеются двигатели 50 кВт, 250 кВт. Еще месяц назад были 350 кВт. Под заказ двигатели до 2 мВт можно изготавливать. Для инвесторов, для потребителей с целью вложения денег рынок сбыта достаточно большой. Справа можно, окинув взглядом фотографии, убедиться, что это как стационарные объекты, это экологические кластеры для жилья людей, для выращивания сверхкачественных и сверхчистых продуктов, турбазы, так как пятый вариант достаточно автономный. Это использование для военных госпиталей, для ковидных госпиталей на сегодня разворачивающихся, актуально, на платформах различных газовых, на больших кораблях, ну и вообще на судах, на поездах. Автомобильный транспорт только крупный рассматривается. Транспорт в данном случае автомобильный для частного использования мы не рассматриваем, потому что там достаточно другая система, но в качестве заправочных станций водородных для заправки машин, работающих на водороде, с пемембранами электрических машин, вполне можно рассматривать. И в конце рассмотрим себестоимость электроэнергии. Из чего она складывается? Прежде всего, это и стоимость воды, и добавок. Добавки – это различные химические среды, позволяющие увеличивать при электролизе выработку водорода. Так вот, на киловатт, это составляет всего лишь 20 рублей. Стоимость воды, стоимость масла использования – порядка 7 копеек. И самое дорогое здесь – стоимость обслуживания. Стоимость обслуживания ТО1 и ТО2. Средняя стоимость – это порядка 45 копеек. В процессе эксплуатации возникает необходимость ремонта ресурсных деталей, запчастей. В среднем это составляет 12 копеек. Таким образом, в нижней части вы можете увидеть себестоимость без использования тепловой и холодовой энергии. Скажем так, что тепловая энергия на сегодня стоит порядка рубль 20 за киловатт. Таким образом, продавая тепловую энергию, получаемую в качестве бонуса на таких установках, мы полностью компенсируем затраты на ТО, на воду и так далее. Еще оказываемся в прибыли. Если мы продаем в летний период холод, который получается из горячей воды путем преобразования с помощью абсорбционных холодильных машин, мы зарабатываем круглый год на тепле. На данном слайде имеются контактные данные. Вы всегда можете обращаться, и мы ответим на ваши вопросы. И буквально в заключении два слова. Прежде всего, надо учитывать тепловой КПД двигателя. Чем выше степень сжатия или удельная теплоемкость, тем выше термодинамическая эффективность двигателя. Это преддверие к вопросу по пятому варианту. Предел степени сжатия двигателя основан на стойкости топлива в детонации. Как правило, стихометрическая составляющая водорода очень широкая, от 34 к 1 до 180 к 1. Соответственно, можно повышать и степень сжатия, а значит, и повышать КПД двигателя. Выбросы. Понятно, что в зависимости от состояния двигателя и использованной стратегии его использования, водородный двигатель может производить практически нулевые выбросы. То есть окиси углерода полностью отсутствуют, с окисями азота вполне можно бороться. И выходная мощность двигателя – это теоретически максимальная мощность водородного двигателя, зависит от соотношения используемого стихометрического соотношения воздух-топлива. И, как правило, двигатели, как я уже ранее говорил, за счет особенностей водорода используются в большей размерности. Таким образом, достигаются, вернее, устраняются те недостатки, которые присущи этим двигателям при использовании водорода. Спасибо за внимание. Пожалуйста, прошу вопросы. Коллеги, пока сейчас Юрий Витальевич передохнет, хочу сказать, что можно в чате писать, во-первых, кто желает. И сейчас можно голосом будет тоже задать поговорить. И еще информацию. Я поставил в чат ссылку на канал, один из каналов наших, где мы начали, попробовали, вот уже три встречи провели. Мы тоже делаем встречи, на которых можно там прям в порядке любой живой очереди рассказать про свой проект. И там же мы будем делать встречи с инвесторами, в том числе с членами жюри премии. Поэтому, кому интересно, можете по ссылке пойти подписаться, ну и переслать ее, кому вы считаете необходимым. Так, ну, давайте мы сейчас тогда уберем презентацию и приступим к вопросам. Значит, ну, первый вопрос, он, собственно говоря, у нас был и в чате примерно такой. Все-таки, Юрий Витальевич, вот вы рассказали нам про тему, которая очень актуальна и интересна. И одно из таких направлений, в котором будет развиваться в ближайшее время энергетика, судя по и практическим делам, и всем заверениям, которые есть не только в России, но и в мире. Но вопрос, вот вы рассказали сейчас с точки зрения обзора, что есть, и то, чем занимается ваша компания, как дистрибьютор. А работаете ли вы, есть ли какие-то все-таки наработки, вот, ваши с точки зрения, там, не знаю, там, изобретений каких-то, рационализаторских вещей? Или вы чисто вот компания, которая продвигает такую продукцию, такой, знаете, евангелист водородных двигателей в России? Конечно, если по тексту вернуться назад, я говорил о том, что мы занимаемся разработками водородной техники, и все, что касается для водородной техники. Прежде всего, более пяти лет назад нами был разработан электролизер, достаточно высокоэффективный, вот, он на сегодняшний день востребован рядом института. Так, просьба включить, у нас отключился микрофон случайно. Да, да, включаю, извините. Еще раз повторюсь, мы работаем с изобретателями в области разработки электролизеров, это первое направление. У нас есть такой электролизер, и он на сегодня поступит в Ростовский государственный университет путей сообщения. У нас с ними идут переговоры для проведения его испытаний, чтобы в последующем использовать для ряда работ использование на железнодорожном транспорте. Следующий вопрос, который мы очень серьезно разрабатываем, и работаем над ним уже больше пяти лет, это установки, которые снижают стоимость выработки водорода или газа Брауна с помощью электролизеров. То есть это устройство, снижающее стоимость электроэнергии до 80 и более раз. И такие разработки уже были предъявлены нами рядом корпораций, в том числе и крупных государственных корпораций. Достаточно большая команда у нас в Ростове работают над этими вопросами. И на сегодня мы работаем не только над электролизерами, которые используют электрическую энергию, но и над электролизерами, на которые нас натолкнул незабвенный Филипп Михайлович Конарев. Это электролизеры формы. То есть благодаря только формам электролизера, пластинам и формам, можно резко снижать до тысячи раз расход электроэнергии для получения водорода и кислорода, то есть совмещенных систем. Эти все установки на сегодня также мы предлагаем к испытанию, к рассмотрению, какие-то установки дорабатываем. Но я думаю, что если будут вопросы, мы готовы делиться в вопросах производства таких установок и разрабатывать их не только самостоятельно, но и совместно с инвесторами, совместно с заинтересованными лицами. Опять же скажу, что у нас компания имеет огромнейший опыт, порядка 20 лет, созданием энергоцентров на базе газопоршневых машин, работающих на природном газе. Всех видов, вплоть до того, что один из последних объектов это Центральный Ростовский собор. Приглашаю посмотреть. То есть мы знаем все, но совместно мы можем также влиться в водородную технику. Один из вариантов вот вам предложен. Хорошо, давайте вопросы. Можно у нас сегодня все онлайн. По известным причинам сегодня в офисе никто не встречается. Поэтому вот все, кто мы здесь находятся, можно просто включать микрофон или поднять руку, ну как кому удобнее, и задавать вопросы. Здравствуйте. У вас, наверное, может быть там два ключа на каких-то, то есть на двух может быть, вы смотрите все это дело там, поэтому попробуйте. Раз. Все нормально. Ага, нормально. Нет, тут Сергей Савинов. Вопрос такой. Вот у вас там в анонсе такая фраза, сейчас я зачитаю, автономная работа с использованием только воды. Вот это можно объяснить поподробнее? И презентация это была тоже. Да. То есть как это у вас получается, что вы просто воду разлагаете на кислород и водород, а потом, значит, на водороде двигатель запускаете? Да. Эта разработка опробирована не нами, производителям этих установок в Таиланде. С точки зрения науки здесь никаких противоречий нет. Первое. Очень даже есть. Это вы проект «Вечного двигателя» нам показываете. Сергей, давайте сейчас тогда Юрий Татьевич ответит, а вы потом прокомментируете. Хорошо? Мы дадим тоже слово. Ну, хорошо. Коллеги, во-первых, давайте вот в нашей компании «Вечный двигатель» слово не произносить. Это произносят люди, которые недоучились в школе и не знают, что не может существовать «Вечный двигатель» и вообще нашей Земли в случае, когда не работает закон сохранения энергии. Не было бы нашей Земли. Вся энергия переходит из одной в другую. Либо наоборот. Это бог с ней. Ну, давайте про этот проект. Да. Давайте про этот проект. Смотрите, мы с вами говорим о том, что есть такое понятие. Наверное, вы знаете некоторые, а может, не знаете. Несистемная единица БТУ – фут в кубе. Так вот, это несистемная… Британские БТУ – это британские технические единицы. Так вот, эта несистемная единица определяет, сколько сгорает в футовом кубе топлива за определенный период. Так вот, у природного газа это значение равняется 950. У водорода это значение составляет 290. Понятно, что у водорода оно ниже. Но есть другое значение. Это теплотворная способность, например, природного газа, бензина и теплотворная способность водорода. Так вот, у водорода теплотворная способность в три раза выше, чем у природного газа. Теперь, смотрите, данные БТУ на фут в кубе даются при одной атмосфере. Давайте вместе подумаем, что необходимо сделать, чтобы эти параметры выровнялись. А потом посмотрим на количество джоулей при использовании обычного газа или топлива и при использовании водорода в три раза выше. И в презентации вы видели, что энергии, выделяемые, производимые в двигателе по сравнению с обычными двигателями, от 85 до 120%. Как это достигается, я могу подробно рассказать, показать. Так вот, вот эти 20%, которые получаются сверху в этом случае, да, они и используются для производства водорода. Дальше. Я несколько раз обратил ваше внимание на то, что у нас перед двигателем стоит, не у нас, а у производителя перед двигателем стоит накопитель. Потребление электроэнергии не может быть каждую секунду, допустим, ровно там, ну 50 кВт, да, для объектов жилых, для транспорта, для других объектов. Это составляющая потребления электроэнергии прыгает от нуля до 100%, грубо говоря, от нуля до 50%. В то же время количество водорода накапливано в накопителе постоянно. И вот за счет этого, за счет еще других способов мы можем использовать получаемые излишки энергии для получения водорода и для использования в качестве топлива только воды. Вы говорите, Сергей, что мы не используем топливо. Пардон, а вода это что? Это скрытая энергия, которую мы используем, разлагаем и так далее. И вот наша цель состоит в том, чтобы стоимость или разложение снижалось от всего 6 ватт до 2 ватт на куб. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Так, пожалуйста, Сергей, если хотите, там вопросы. Да, конечно. Давайте. Ну, исходя из закона сохранения энергии, энергия, затрачиваемая на разложение воды на кислород и водород, не может быть меньше, чем энергия, которую мы получаем от сжигания того же количества кислорода и водорода. Вопрос возникает, зачем это надо делать, если мы можем напрямую использовать электроэнергию, которую более эффективно можно хранить в современных литиевых аккумуляторах. Тем более вы не упомянули о том, что существует огромная проблема с хранением водорода. Поскольку атом водорода самый мелкий, он проникает сквозь металлы и другие материалы. И эта проблема до сих пор эффективно не решена в мире. В мире много умных голов, которые бьются над проблемой водорода. Использование водорода в качестве источника энергии. Но пока это не нашло широкого применения. Хотя и существуют топливные элементы на водороде. И электромобили, которые заправляются водородом. И это более эффективно, чем делать двигатель внутреннего сгорания на водороде. Так что, извините, вы хоть и отрицаете, что вы вечный двигатель предлагаете. Но у меня такое впечатление, что это именно та ситуация. Спасибо. Сергей, отвечаю на ваш вопрос по поводу хранения водорода. Вы заметили на пятом варианте, что и на других, что мы водород не храним. Он производится по требованию. Это первое. Второе. Вы не учитываете, что ряд крупных компаний работают по трем направлениям. Например, тот же Каминс, тот же Энбахер. Они производят двигатели внутреннего сгорания на водороде. Тем не менее, они производят электролизеры. И они считаются у них одними из лучших. Далее. Они также производят, как и дюпоинт, пем-мембраны. И рассматривают гармоничное развитие каждого из этих направлений. Почему? Потому что каждое из этих направлений используется. Что касается, скажем, ваших расчетов, что вы не верите в это, дайте ссылку. Я вам пришлю материал. Вы ознакомитесь с ним с физической точки зрения. И поменяете, возможно, это мнение. Хорошо, давайте, я предлагаю у нас, исходя просто из правил, что скажем, надо всем дать возможность. Конечно, конечно. Поэтому, пожалуйста, еще если есть кто-то, желает вопрос задать или мнение сказать свое, можете включать микрофон самостоятельно. Пожалуйста. Не обязательно вопрос, можно также высказать какой-то свой опыт, мнение или что-то такое. У нас сегодня достаточно количества людей присутствует. Пожалуйста. Да, значит, Ващенко, Олег. Скажите, пожалуйста, водород очень летучий газ и взрывоопасный. Каким образом вы определяете утечки, то есть какая система безопасности в ваших системах, в ваших двигателях? Спасибо за вопрос. Какими датчиками вы используетесь, да? Спасибо за вопрос. Значит, давайте, во-первых, исключим понятие опасности водорода. Почему? Потому что вы сами сказали о том, что водород сверхтекучий. Это, во-первых. Соответственно, он имеет очень высокую диффузионную способность, то есть смешивание с воздухом. И если происходит его утечка, он гораздо быстрее смешивается с воздухом, растворяется и удаляется. На сегодня самым опасным является сжиженный газ, нефтяной газ, пропан, бутан и так далее. Именно от него происходят взрывы. Меньше взрывов происходит от природного газа, так как он легче воздуха и также имеет достаточно высокую диффузионность. Ну и, на мой взгляд, самый безопасным, и я об этом упомяну вначале, что именно Николаус Отто увидел это, он решил использовать именно водород для своих двигателей, так как он самый безопасный. Что касается датчиков, мы используем датчики на двигателях германского и итальянского производства. Они наиболее продвинутые. К сожалению, самые продвинутые, мы считаем, это японские датчики, но у нас нет на них на сегодняшний день выхода. Если у кого-то есть предложение по датчикам, мы с удовольствием будем их воспринимать. Но, пожалуйста, правильно оценивайте опасность водорода. Он менее опасен, особенно чистый водород, менее опасен, чем другие виды газов, топлива и так далее. Спасибо. Юрий Тавчевич, не совсем. Значит, смотрите, в свое время из дирижаблей перешли от водорода на гелий только из-за того, что он взрывоопасный. Это первый комментарий. Второй комментарий. Я вам, значит, по ссылке я вам пришлю на почту наши датчики водородные, которые мы начали разрабатывать, которые проходят испытания. Посмотрите их, пожалуйста. Хорошо. Что касается, буквально одна ремарка, что касается. Давайте не путать дирижабли с водородом с тем, что мы принимаем. Вы по схеме, пожалуйста, еще раз посмотрите. Мы не храним на борту водород. Не храним, пожалуйста. Учтите это, коллеги. Так, хорошо. Давайте еще, пожалуйста, вопросы, мнения. Кто у нас? Включайте микрофон с мыслятельным. Что есть, кто нет? Так, вот у нас в чате пишут, Сергей, вы написали почту для Юрия Витальевича, так я понимаю, да? Юрий Витальевич, у вас есть возможность в чат зайти? Да, я в чате нахожусь, я смотрю. А, видите, то есть вы все там можете, брайте контакты и так далее. Ясно. Ну, потому что мы... Хорошо. Хорошо. Я хочу напомнить, что у нас запись на канале Ваир, есть YouTube-канал, там все записи стоят, и эта запись появится, поэтому, если кто-то что-то захочет посмотреть, и к ней предложены презентации. То есть мы там буквально завтра уже, наверное, может, даже сегодня оформим, будут приложены все презентации. У нас она не одна, правильно, Юрий Витальевич? Там много информационных материалов. Да, там много. Я предоставил еще фотографии установок, я предоставил характеристики сравнительные при использовании двигателей на водороде поршневых, пем-мембран, и предоставил при использовании турбин. Скажу сразу, что вот буквально разница в этих использовании водорода в этих системах. Использование водородопоршневых двигателей – это наиболее дешевое получается оборудование и наиболее понятное на сегодняшний день оборудование. Использование пем-мембран сейчас усиленно развивается, но в затратах, если газопоршневая техника под ключ будет стоить где-то 1200-1800 евро за киловатт, ну, допустим, мы с вами делаем энергоцентр мощностью 100 киловатт, вот умножайте 1800 евро на эти 100 киловатт, вы получите стоимость энергоцентра готового. На пем-мембране такой же энергоцентр уже будет стоить 2500-3000 евро на киловатт. КПД, вернее, не КПД, а срок службы первого варианта гораздо выше, чем второго варианта на пем-мембранах. Но наиболее интересное на сегодня – это использование турбин. Почему? Потому что турбины с использованием водорода по такой схеме, во-первых, имеют самый высокий КПД, второе, они имеют самый высокий срок службы, при этом, правда, по цене изначальной под ключ, они также равняются 2,5-3,5 тысячи евро за киловатт. Но, к сожалению, пока готовой продукции на турбинах пока никто не предлагает. И пока, за исключением нескольких компаний, я знаю, ко мне обращались с Питера, кажется, с Атомпромкомплекса, там разрабатывают турбины. Это очень интересное направление, и по структуре водорода-топлива, с учетом стихиометрии водорода, с учетом возможности работы давления, вот турбины очень интересны. Но, к сожалению, пока нет таких, в любом всяком случае, данных нет. – Хорошо, давайте дальше. Я хочу вот что еще сказать. Я поставил мейл свой, ну, есть мейл, который вот там на сайте ВАИР, этот вот есть еще один. Для чего? Если кто-то желает, может быть, не в таком формате, вот, скажем, есть какие-то изобретения или разработки, которыми есть смысл поделиться, обсудить, ну, скажем, ВАИР технозавтрак формат, может быть, не подходит, там, ну, все-таки здесь достаточно долго, подробно, то присылайте информацию. Мы сейчас, я уже сказал, начинаем и другие немножко форматы, когда мы можем там по 15-20 минут что-то обсуждать, идти к следующему проекту. Поэтому пишите, пользуйтесь. Ну, естественно, и на наши завтраки, кто хочет. То есть если у нас будет очередь, скажем, там, раз в неделю нам будет мало, не вопрос, мы сделаем и два раза в неделю. Было бы только польза и было бы желание кого-то выступать. Тем более, что, судя по всему, мы все сейчас надежно будем сидеть дома. Сам Бог велел общаться онлайн. Так, пожалуйста, есть еще вопросы? Можно ли мне? Конечно, конечно, пожалуйста. Михаил Ламаров, есть ли на сегодняшний день перспектива изготовления того двигателя, который работает на полученном способом электролиза водороде? И берется ли кто-нибудь за изготовление опытного образца такого двигателя? А вы имеете в виду двигатель какой? Для какого-то вида транспорта или в принципе? Ну, в принципе, двигатель, который работает на том же водороде, который выработан электроэнергией, выработанный опять этим же двигателем. Есть ли где-нибудь перспектива изготовления такого двигателя? Вопрос понятен. Спасибо за вопрос. Смотрите, я вам презентовал двигатели, которые находятся в продаже. На них есть прайсы, на них есть цена, и вы можете по презентации нырнуть в YouTube и посмотреть это производство, и посмотреть, как этот двигатель работает и настраивается. То есть, работы эти велись больше 15 лет. Да, там еще много есть над чем работать. Наиболее интересны эти двигатели тем, что если найдется инвестор, который бы хотел сам производить такие двигатели, можно закупить этот двигатель, изучить его. Но я повторюсь, двигатели газопоршневые на водороде выпускаются уже больше 15 лет. Это стандартные, промышленные, серийно выпускаемые двигатели. Другое, что они дорабатываются для того, чтобы получить не 85%, а 120%. 120%, опять же, повторюсь, это некорректно говорить, но тем не менее. Это делается за счет определенных технических способов, программирования. И эти работы производятся. Кто хочет с этими двигателями познакомиться, пожалуйста, мы можем... К сожалению, не подключился сегодня директор завода Даниэль. Я его, во всяком случае, не вижу, хотя он должен был подключиться. Мы совместно можем с вами поехать на этот завод, убедиться в работе этого двигателя. Есть 250 кВт, 300 кВт, мегаватт, 500 кВт, 2 мегаватта. Сделать с вами определенные выводы о том, насколько это работает или не работает. Затем производить закупки и продажи этих двигателей. Хорошо, а что все-таки в перспективе нам ждать? Вы отслеживаете все. То есть понятно, что вот эти экологические вопросы, они серьезно это дело подстегнули. То есть такой мощный ускоритель всего этого процесса. Что из того, что вы отслеживаете, делается в разных странах и к чему мы можем прийти в ближайшее обозримое будущее? Можете нам так вперед заглянуть? Спасибо за вопрос. Я вам скажу сразу крамольную вещь. Первое. Водород – это тупик, как и все остальные углеводородные топливы. И мы с группой товарищей, коллег наших, мы работаем над двигателями, использующими другие виды энергии. Прежде всего, это гравитационная энергия, это энергия поля. И у нас на базе этих разработок есть готовые работающие разработки, которые сейчас проходят стадию проверок, стадию проверок институтами, чтобы получить положительное заключение. Опять же повторюсь, это не вечные двигатели. Мы нашли способы преобразования энергии, допустим, гравитации. Посмотрите тему параметрических колебаний. Ими занимался Мандельштам, ими занимались многие другие товарищи, как в механической части, так и в электронной части. И, по моему мнению, вся эта вакханалия с водородом придумана Ротшильдами. Мы вынуждены дать ответ, мы всегда стараемся дать ответ. Но это тупик. Много но, к сожалению. Но сейчас востребован водород, и мы должны вводить технологии водорода, так как они востребованы, да, и разрабатывается техника. То есть все должно идти последовательно. И совместно мы можем с вами резко снижать стоимость водорода, а в конечном итоге отказаться от него полностью. И чем раньше мы все это поймем, что водород нам не нужен, и нам нужно другим путем идти. И он есть этот путь, и он отработан этот путь, тем мы быстрее опередим всех, будем сильнее всех, себестоимость продукции ниже всех будет. И наша страна однозначно, как это и предполагается, будет в мире задавать тон новым технологиям, как когда-то Юрий Гагарин полетел в космос. Спасибо. Ну, вообще, на таких оптимистических утверждениях надо заканчивать бизнес завтра. Иначе нас закроют. Высшие ноты мы не поднимем, наверное, сегодня. Но, тем не менее, если кто-то хочет что-то сказать еще, дальше вопрос задать или там, пожалуйста. Все, что, как знаете, есть, вот у меня есть канал свой, да, там, в котором мы стараемся, вот как там, телеграмм инвесторов, проекты. А один мой товарищ, он сделал канал, ну, телеграмм, или чат, чат, и написал правила, вернее, правила, никаких правил. Пишем, говорим, что угодно. И, знаете, и хороший канал у него получился. Так что у нас, можно сказать, по теме ВАИР, по теме изобретений тоже никаких правил. Если мы говорим, сегодня обсуждаем одну тему, то мы говорим про нее, но если мы заканчиваем обсуждать, а время у нас еще остается, кто-то хочет пользуясь тем, что у нас вот 22 человека здесь, я не знаю, сколько на Ютубе еще смотрит, слушает, то можно и что-то еще. Пожалуйста, дальше давайте. Кто у нас что желает и нет. Уважаемые коллеги, я благодарю всех, кто пришел сегодня на наш техно-завтрак. Я благодарю руководителей ВАИР и лично Сергея в том, что они смогли предоставить слово, выступить. Коллеги, давайте быть терпимы ко всем высказываниям ученых, давайте не ставить в этой теме реперные точки. Этого может быть, этого не может быть, этого никогда не может быть. Но давайте вспоминать историю, то, что никогда не могло быть, оно сейчас существует. И давайте использовать весь наш ВАИРовский потенциал, возможность доведения тех разработок, которые в 60-х годах уничтожались по разным причинам. Смотрите Андрея Фурсова, он там все объясняет. Я не рекламирую Андрея Фурсова, просто он гораздо лучше меня расскажет, что сейчас происходит. Давайте делать так, чтобы наша страна была лучше. Давайте делать так, давайте будем терпимее друг к другу. И давайте искать новые источники энергии. Я благодарю вас всех. Юрий Иванович, спасибо вам огромное. Успехов и вам, и всем присутствующим здесь. И до следующего вторника. Все. Всем хорошей недели. Спасибо. Спасибо. Спасибо.